Скажу так, ни одного человека, который на сегодняшний день на политическом олимпе на Украине существует и действует, я не вижу ни в одном из этих людей действительно серьезного федерального политика, который был бы способен сплотить и объединить Запад и Восток Украины. Мне кажется, что на Украине пройдена точка невозврата к тому, что было раньше. И в данном случае, конечно, здесь лежит вина и на прежнем руководстве Украины, и на тотальной коррупции, которая поразила страну. И, конечно же, жители Украины крайне недовольны тем, что на сегодняшний день происходит на Украине, и то, что происходило в последние годы. Люди хотят спокойствия, люди хотят мира, люди не хотят войны, но люди также не хотят возвращаться в коррумпированную Украину, которой она была до Майдана. У людей есть огромная надежда на то, что с коррупцией будет покончено, но то, что делает сегодняшняя власть на Украине, показывает обратное, что коррупция, наоборот, там приобретает гигантские масштабы, местные олигархи становятся руководителем целых регионов, которые создают собственные батальоны, силовые подразделения. И на сегодняшний день Украина идет к еще большему расколу, усилению гражданской войны. И я боюсь, что на сегодняшний день нет ни одного политика на Украине, повторюсь, который смог бы объединить все здоровые силы в обществе и остановить то, что происходит. Поэтому мой прогноз, конечно, пессимистический, и ничего хорошего на ближайшие годы я не жду для Украины. Хотя, конечно же, хочется, чтобы в первую очередь все политики любого толка, правого, левого, оппозиционера, нынешняя власть объединили усилия для того, чтобы в первую очередь воцарился мир и перестали гибнуть простые граждане.